День памяти иконы Пресвятой Богородицы, взыскания погибших, престольный праздник одного из петербургских храмов. Он построен на рубеже обороны Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Здесь шли жесточайшие бои за осажденный город. Память о погибших и надежде живущих – скромный деревянный храм, в который каждый может обратиться с молитвой к Богоматери перед ее чудотворной иконой. Тесная церковь, малый деревянный ковчег, несущий души людей к спасению. В самом центре – икона Пресвятой Богородицы, взыскания погибших. История этого образа – рассказ не только о чудесах, но и о благодарности, о которой человек не должен забывать после получения помощи Божией. Об этом напомнил прихожанам во взглавившей праздничную литургию викарий Санкт-Петербургской епархии, епископ Ладейно-Польский Мстислав. Каждый раз, когда мы с вами сталкиваемся, наверное, и сопереживаем с чудом, который Господь нам дает ради нашего спасения, проходит время, когда мы забываем благодарить Бога, Божию Матери, угодников Божьих, которые мы с вами призываем, и от которых мы получаем исцеление, исправление и наставление. Свидетельство, заступничество Божией Матери, изримое выражение благодарности прихожан, множество дорогих украшений перед чудотворным образом. После молитвы перед этой иконой люди получают утешение и разрешение наболевших проблем. Явление чудесной помощи Пресвятой Богородицы в наши дни укрепляет многих в православной вере и обращает сердца к Богу. Сегодня нам снова церковь через образ Божией Матери взыскания погибших напоминает о том, что Господь, Божия Матерь и Святые угодники не оставляют нас в этом мире. Как бы человек низко не падал, как бы человек не доводялся от Бога, но если его сердце хотя бы капельку есть огня Божией благодати и веры, человек снова вернется к луноцеркви, человек снова придет к Богу. Храм молод, но у него уже есть большой приход, ради которого деревянную церковь не раз расширяли и перестраивали. Рядом возводится большой каменный храм «Преображение Господня». Прихожанка Валентина Васильевна Гевчак ходит сюда с самого начала строительства. Еще храма не было. Мы ходили здесь, как киосчик был, продавали свечи, эти иконочки, ну все, что нужно для храма. Мы ходили в храм. Вот так ходили сюда и молились на это место. Потом стали строить храм. Вот. Здесь был когда-то храм. Ну вот сколько времени прошло, кладбища тут были, вот тут рубеж шел, войны, вот это была война. Вот. Вот стали храм делать. Все рады, конечно, были, что храм хоть какой-то, вот хоть маленький, а был храм. На широком заснеженном пустыре одиноко возвышается деревянная церковь. Маленькая и хрупкая на фоне стоящих неподалеку панельных домов. Не так ли бывает одиноко и, казалось бы, хрупка, в отчаянии, последняя надежда на Божию Матерь, последняя короткая и сердечная молитва к ней? Но откликаясь на молитву и надежду, Пресвятая Богородица спасает, выносит, взыскует, возвращает к жизни сквозь метель, холод и всякую беду.